Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Год культурного наследия народов России стартовал. Как соотечественники из зарубежья встретили Рождество. Специальный репортаж. Международная зимняя школа для учителей прошла в Абхазии. А теперь более подробно об этих и других новостях. 2022 год в России посвящен культурной самобытности народов страны. Новый указ накануне подписал президент Владимир Путин. Правительство уже готовит большую программу для каждого из регионов. Особое внимание уделено национальному искусству и духовному наследию. Богатое культурное достояние хранят регионы России. Это наше историческое наследие, памятники, шедевры архитектуры, жемчужины древнерусского искусства и зодчества, а также нематериальные духовные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение, любовь к родному языку, обычаям и традициям многонационального народа. Все это представляет многовековой опыт и особую идентичность. В целях популяризации народного искусства, сохранения памятников культуры и поддержки многообразия этнических народов России, в 2022 году правительство готовит ряд тематических мероприятий. Жители разных регионов смогут рассказать о своей истории и представить уникальные особенности на фестивалях и выставках. Указ об утверждении плана мероприятий в честь Года культурного наследия народов России подписал Владимир Путин. Важно хорошо и содержательно наполнить его программу, учесть особенности каждого нашего региона. Разработкой программы занимается организационный комитет. Уже в ближайшие месяцы станет известно о мероприятиях по всей России, которые будут направлены на поддержку народных мастеров и художественного искусства. Большую рождественскую программу провели русские центры за рубежом. Дети и взрослые по всему миру приняли участие в благотворительных акциях, побывали на сказочных представлениях, стилизованных в русском стиле, а также поздравили соотечественников. Подробнее в следующем сюжете. Рождественские каникулы для детей и взрослых прошли за рубежом. Главный семейный праздник встретили русские общины в Болгарии, Испании, Латвии и Палестине. Сказочный новогодний концерт организовали юные соотечественники из общества «Русская Палестина» и «Русский дом Вифлееме». Ребята читали стихи и удивляли зрителей кукольным театральным представлениям. В русском доме всех участников ожидали новогодние подарки и приятные сюрпризы. Вместе с родителями дети побывали в храме Рождества Христова. День Богоявления отметили 6 января в Болгарии. Это один из самых почитаемых и значимых праздников в христианстве. Волонтеры и ученики русского центра в городе Старо-Загора приняли участие в торжественном богослужении. В День Рождества Христова благотворительную акцию провел Русский Союз в Латвии. Волонтеры передали продукты и новогодние подарки пансионату для пожилых людей. Обращение к соотечественникам записал мэр города Доугавпилс Алексей Васильев. Русский Союз в Латвии сегодня приехал в пансионат. То место, где живут сеньоры. Те люди, которые в очень большой степени испытывают недостаточное внимание своих близких и родных людей. Давайте постараемся в нашей жизни быть внимательным к нашим близким, родным людям. Постараемся оказывать им знаки внимания. Увлекательные зимние праздники провели соотечественники в Испании. По доброй традиции в Барселоне Ассоциация Русская Школа Радуга уже более 15 лет ежегодно готовит яркие новогодние представления. Учителя, дети и родители вместе делают сценические костюмы и декорации для театральных постановок в разных городах Испании. Международная зимняя школа «Учитель года» завершила работу в Абхазии. Лучшие педагоги из России смогли представить авторские методики обучения и поделиться опытом с коллегами. В проекте приняли участие преподаватели более чем из 20 регионов России. Узнать о новых современных методах преподавания и повысить квалификацию – такие цели ставят участники зимней школы. На протяжении пяти дней российские педагоги проводили обучающие мастер-классы, занятия и лекции для зарубежных коллег. Рассказать о собственном опыте и методиках приехали в Абхазию ведущие российские педагоги, лауреаты конкурса «Учитель года». Идея зимней школы принадлежит одноименному образовательному проекту, который объединяет педагогов России. Вообще, честно говоря, за многие годы проведения подобных программ я понял, что очень важная вещь – это чисто человеческий эмоциональный фактор. Потому что когда люди встречаются между собой, работающие в разных местах, но делающие общее дело, они друг от друга по-хорошему заражаются, заражаются эмоциями, энтузиазмом педагогическим. Это позволяет им по-новому взглянуть на свой труд и поставить перед собой какие-то новые цели, новые ориентиры. Учебные занятия были посвящены преподаванию русского языка и литературы, математике, физике, биологии и другим школьным предметам. О том, как привлечь внимание учеников с помощью современных практик, также рассказали российские педагоги на мастер-классах. Лекторы представили учебные мобильные приложения и провели интерактивные занятия. Я надеюсь, что какие-то вещи, какие-то приемы заинтересовали наших преподавателей, и они смогут использовать их в своей практической деятельности. Спасибо зимней школе, которая приехала к нам и проводит такое замечательное мероприятие. По итогам зимней школы российские педагоги провели более ста мастер-классов. Все материалы учебных лекций войдут в методический цифровой банк, который будет передан Абхазии. Соотечественники в Стамбуле провели большой концерт русско-турецкой дружбы. Это мероприятие уже стало традиционным. Ежегодно его организует Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбуле. Творческие коллективы представили яркие танцевальные и музыкальные постановки. Дружественные отношения России и Турции славятся долгой историей. В общинах за рубежом активно изучают русский язык и знакомятся с нашей культурой. Работают над объединением творческих сил двух стран волонтеры Русского центра в Стамбуле. Ежегодно под их руководством проходит яркий концерт, в котором участвуют молодые коллективы из России и Турции. Со сцены традиционно звучат народные песни, музыка и поэзия. В этот раз концертную программу представили вокалисты из Дагестана, Киева и Турции. Яркий балетный номер исполнил коллектив артистов Турецкой школы Аркан. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рем.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова